Приветствую, друзья! Вслед за довольно серьезным по звучанию ЦАПом SMSL DO100 предлагаю рассмотреть и специально созданный к нему в пару усилитель для наушников AHO100. Порадовать который может наличием балансного входа и выхода, аж тремя уровнями усиления и выходной мощностью, равной 1,5 Вт на канал в пересчете на 32 Ома нагрузки. Аппарат очень любопытный, но как и все со своими плюсами и минусами. О нем сегодня и говорим. Поехали! Пришел девайс скромной такой картонной коробки со схематично изображенным усилителем и логотипом пройденной HRS-аудио сертификации. Комплект тут тоже спартанский, небольшая инструкция, гарантийный талон и стандартный уже кабель питания. Корпус усилителя, как и в случае ЦАПа DO100, выполнен из металла и полностью совпадает с ним в габаритах. На верхней его части красуется логотип пройденной HRS-аудио сертификации, а снизу находятся четыре прорезиненные ножки. Входа здесь два. Это классический RCA и балансный XLR. А вот с выходами намного скромнее. Только 6.35 мм и балансный пентакон 4.4 мм. То есть сквозных XLR и RCA, как и функции предусилителя, тут нет. A6-100 это оконечный элемент цепи. Минус заключается в том, что не получится пустить сигнал одновременно в A6. Например, усилитель для пассивной акустики, придется постоянно переключать кабели, что, конечно же, далеко не самый лучший вариант. Но, как говорится, ничего не поделаешь. Следующий минус здесь исходит из отсутствия аппаратной кнопки отключения питания, как это было у A6-200. То есть девайс будет постоянно подключен к сети, о чем говорит соответствующий светодиод на передней части. Есть там, конечно, и тумблер питания, но светодиод горит всегда либо красным, либо синим цветом. В A6-200, на мой взгляд, все было лучше продумано, но там и ценник совсем другой. Тут же находится тумблер RCA XLR и трехпозиционный переключатель уровня усиления, дающий минус 9,5, 0 и 15,5 дБ соответственно. Плюс здесь в том, что выходная мощность, как и уровни, совпадают для балансного и выхода 6,35 мм. В каждом из случаев мы имеем 1,5 Вт на 32 Ома нагрузки, чего вполне достаточно не только для всех внутриканальных, но и для большинства тугих полноразмерных наушников, планарных и динамических здесь не важно. Ну и последний элемент управления это механический регулятор уровня сигнала. Ход у него плавный, с небольшим таким сопротивлением, то есть все как и положено. В процессе работы аппарат естественно греется, другого от усилителя не ожидалось. Измерение снимал 24 бита 96 кГц на АЦП Evanda Cosmos с балансного и обычного выходов при помощи флагманского ЦАПа Topping D90LE. В результате имеем все графы в положении отлично, за исключением взаимопроникновения каналов, которые почему-то соответствуют обычному небалансному подключению. Перепроверил все на связке с SMSLDO100, аналогичный результат протестировал, непосредственно оборудование все в порядке. Сам производитель эту характеристику не указывает, видимо это особенность данного продукта. Тестирование с обычного небалансного выхода показывает примерно те же результаты по взаимопроникновению. Я бы мог предположить, что внутри усилитель имеет обычную небалансную схему, однако остальные результаты довольно сильно отличаются с перевесом в сторону балансного выхода. В остальном имеем незначительные отклонения по АЧХ, шумовую полку минус 153 дБ, отличный динамический диапазон и искажения ниже уровня минус 130 дБ, причем как интермодуляционные, так и гармонические, которые в процентном соотношении составляют те самые 0,007%. С небалансного выхода это 0,008. В принципе все здесь меня устраивает, за исключением взаимопроникновения каналов. Для оценки качества звучания усилителя я в основном использовал созданный к нему в пару ЦАП SMSL DO100. Уровень этого аппарата, на мой взгляд, значительно перекрывает возможности усилителя, так что связка вполне себе имеет право на жизнь. Ну и чтобы хоть как-то прикинуть возможности, я сравнил героя обзора со старшим усилителем линейки HO200. Однако, если в случае ЦАПов DO100 хотя и уступал возможностях, но показывал тот же самый характер звучания, что и DO200, то с усилителем для наушников производитель решил поступить иначе. HO200 звучит по-взрослому насыщенно, естественно и глубоко, в то время как HO100 куда более напористый, яркий и менее выразительный. Протестировав множество разных устройств, я бы сказал, что в HO100 SMSL отошли от своего традиционного почерка и сделали девайс в стиле топпинг, где такой супер детальный, сверхчеткий и немного агрессивный звук в порядке вещей. По стилистике HO100 больше подходит различным тяжелым жанрам, металлу, року разных времен, блюзу и различной агрессивной электронике. Джаз, всякая оркестрова и другая академическая музыка тоже, конечно, передается неплохо, но за счет чуть сжатой сцены и слабо выраженного тембрального объема воспринимается не так богато, как, например, в HO200. То есть преемственности поколений в усилителях не прослеживается, это совсем разные по подаче устройства. Впрочем, в предложенной нам связке за счет характера ЦАПа суммарное звучание обогащается хотя и легкой, но трехмерностью и мелодичностью. То есть в случае использования HO100 совместно с DO100 усилитель обретает мелодику, при этом сохраняя свою резкость и высочайшую прорисовку нюансов. Предостеречь хочу только от связки героя обзора с SMSL D6. Последнему критически нужен довольно-таки жирный, возможно, даже ламповый предусилитель, отчего совместно они звучали, мягко скажем, посредственно. Но то скорее ограничение ЦАПа начального уровня. Разбирая по частотам, здесь отличный по текстурам и хлесткости бас, техничная в меру выразительная середина и довольно прозрачные продолжительные верха. По подаче звук получился резкий, драйвовый, немного плоский, если говорить в плане объема, но довольно-таки приятный и по-хорошему заводной. Не совсем, конечно, то что я люблю, но как для своей цены очень достойно. Из наушников герой обзора спокойно раскачал как все имеющиеся у меня внутриканальные наушники, так и топовые планарные и высокоомные динамические полноразмерные модели. Полтора ватта, естественно, далеко не предел, но лично мне везде хватало с хорошим таким запасом. Последнее время гоняя его Sivgo SV023, Kenero Hodor и BGVP Melody. Мне вот все нравится. Хватает и массы, и мелодичность, и четкость прорисовки музыкального полотна. Итогом, стационарный усилитель для наушников SMSL A6 имеет довольно компактные габариты, солидно выглядит, имеет как балансный XLR, так и стандартные RCE входы и способен выдавать до 1.5 Вт на 32 Ома нагрузки, причем как на обычный выход 6.35 мм, так и на балансный Pentacon 4.4 мм. Все наушники тянет, прекрасно сочетается с созданным к нему в пару ЦАПом DO100, удобные регуляторы, то есть целая куча плюсов. В недостатке отнесу только отсутствие сквозных выходов и непонятное значение взаимопроникновения канала, в котором на балансе почти такой же, как на обычном небалансном выходе. Больше придраться ни к чему не могу. Звучит же усилитель с уклоном в четкость, драйв и прорисовку нюансов, чем хорошо так дополняет ЦАП SMSL DO100, обогащая его энергией и немного усмиряя музыкальность. Для чего-то агрессивно-техничного очень хороший усилитель, я бы рекомендовал его рассматривать в основном для этих стилей. Металлисты должны быть в восторге. Не совсем характерная для SMSL подача, скорее в стиле топпинг, но получилось очень даже годно. С учетом цены в 150 долларов, прекрасный выбор. А на этом у меня все. Это был стационарный усилитель для наушников SMSL A6. Всем добра, подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok